Гонки без правил, с угрозой для жизни, небо в клеточку. Как итог. Таково краткое содержание криминальной истории. Финальную точку поставил Лабытнанский суд, обвинительным приговором в отношении молодого мужчины, который в апреле этого года прокатил на капоте своего автомобиля сотрудника госавтоинспекции, двигаясь при этом со скоростью 100 км в час. За такую непозволительную вольность в отношении представителя закона суд назначил наказание 4 года колонии строгого режима. Признание вины плюс активное сотрудничество со следствием помогли хулигану, считают правоохранители, избежать сурового наказания за совершенное им преступление против сотрудника полиции. Хотя в ту апрельскую ночь молодой человек навряд ли задумался о последствиях, когда решил прокатить на капоте дорожного инспектора. Дело в том, что автомобиль, которым он управлял в ту ночь, принадлежал одному из его близких родственников. И он осознавал, что после составления на него протокола об административном правонарушении, данный автомобиль в дальнейшем будет поставлен на штрафстоянку. Ну и вот, чтобы избежать конфликтов с родственниками, он, ну так скажем, попытался избежать привлечения к административной ответственности. И скрылся с места преступления. Местом преступления стала улица Гагарина в районе магазина «Спектр». Инспектор ДПС остановил иномарку, которая ехала ночью с неработающей фарой. Во время общения с водителем выяснилось, что он был изрядно пьян. На просьбу полицейского предъявить документы лихач нажал на педаль газа. На следственном эксперименте потерпевший правоохранитель с точностью показал, в каком направлении автомобиль с ним на капоте помчался на высокой скорости. После перекрёстка где-то вот в этом районе я уже неоднократно повторял, чтобы он остановился. Дал мне возможность слезть с капота, но он увеличивал скорость. Я попытался достать табельное оружие где-то вот в этом районе. Он начал вилять автомобилем, чтобы я одной рукой не смог удержаться. С момента того ужасного дежурства прошло уже 4 месяца. Однако та ночная прогулка верхом на машине, вспоминает потерпевший инспектор Виталий Головачёв. Его памяти останется на долгие годы. Сложно забыть, добавил он, 3 километра в пути со скоростью более 100. За 10 лет это, наверное, самая страшная ситуация была, когда он мчался по городу Лабытнанге со скоростью 110 километров в час. Было скользко, ещё снег лежал. И никаких возможностей мне даже спрыгнуть не давал. Сегодня в этой уголовной истории поставлена жирная точка. На днях судьбу правонарушителя решила Фемида. За применение насилия в отношении патрульного инспектора, находящегося при исполнении, суд приговорил молодого мужчину к 4 годам колонии строгого режима с обязательством возместить потерпевшему моральный ущерб в размере 80 тысяч рублей. Светлана Кель, Григорий Волков, программа «Время местное». Светлана Кель, Григорий Волков, программа «Время местное».